Особое мнение на 101FM О вещах, о разных совершенно темах Которые имеют отношение И к общественной жизни И к тому, что происходит В наших местах Лишения, ограничения свободы Потому что про деятельность ОНК Мы сегодня тоже будем говорить И я бы хотела, Олег, попросить Вас сначала прокомментировать Новость, которую поступила Буквально сегодня утром Эта новость достаточно такая Любопытная, я правда не знаю Может быть журналисты делают Из мухи слона вокруг Так называемых серых заборов Которые раньше были желтыми Сегодня выяснилось, что они появятся На Октябрьском проспекте Причем не в той его части, где бульварная зона А ниже То есть от улицы Красноармейской До улицы Милицейской Поставят почти километр Вот этих вот серых ограждений Так называемых Пока не очень понятно Все-таки они будут отделять пешеходную часть Октябрьского проспекта от проезжей части Или парковку Октябрьского проспекта От проезжей части Все-таки думаю, что речь идет о пешеходной Именно зоне Несмотря на то, что Вроде бы были Высказаны Значительное количество критических Замечаний по поводу этих заборов И целый круглый стол состоялся В клубе вечерний, который как раз По-моему у вас проходил В творческом центре пятый этаж Да-да, у нас проходил И было там достаточно жарко Было достаточно весело Я думаю, что С установкой И потом с демонтажом Этих заборов по всему городу Будет тоже достаточно весело И все это закончится Не сразу С заборами мы еще поживем Слушайте, ну вот Честно говоря, я себе не очень представляю Октябрьский проспект Сейчас с заборами Мне кажется, что Вот уж там-то точно не надо их ставить С одной стороны С другой стороны Я как водитель, конечно Могу сказать, что летом Когда ты ездишь По Октябрьскому проспекту Вниз от улицы Красноармейской В сторону Милицейской И там в парке у прудов Гуляет большое количество Родителей с детьми маленькими Ты все время Какой-то Немножечко такой напряженный Едешь в этот момент И понимаешь, что Вот не дай бог Кто-то выскочит сейчас Тебе под колеса Кто-то не уследит Из взрослых за ребенком И все Потому что, ну правда Большое такое скопление народа бывает Вот насколько обоснованно Установка этих заборов Вы же говорили об этом Да, на заседании Да, ну Общий смысл сводился к тому Что Обсуждение Что И городская власть И активисты Там согласны с тем Что в принципе В идеале Там заборов Быть не должно То есть Мы все за Красивый город Неограниченные Пространства Который Приятен На глаз По которому Можно пройтись Чтобы взгляд Не упирался В какие-то вещи В какие-то конструкции Которые пока серые А весной будут ржавые Ну да Но с другой стороны Есть Ну какие-то там Аспекты безопасности Есть тонкости Там сколько метров От перекрестка Как оградить зоны Как Переградить Путь К случайным Там Школьникам Чтобы они Не выбегали На дорогу В принципе И решение Это есть Не только Там У нас Там По всему миру То есть В принципе Ограждения Делаются Там Живая изгородь Какие-то Дизайнерские Вещи Ну то есть Над всем этим Надо думать То есть Должна быть Видимо Глазу Преграда Какая-то Да Которая может быть Не совсем Забор Да Преграда Не преграда Но визуально Граница Там граница Должна отделяться Проезжая часть От пешеходной зоны И пешеходы Должны понимать Даже самые неразумные Где кончается То пространство Где можно гулять Бегать Прыгать И куда выходить Уже нельзя Но Мы живем С нашим Бюджетным Кодексом Денежки Необходимо Осваивать Ой Ну Самые простые Самые действенные То есть Вещи Есть ГОСТы Есть СНИПы Которые Регламентируют Установку Конструкции Примерно Вот таких Из самых Из самых простых И доступных Материалов Спасибо что не Поликарбонат Что называется Да поставили Мы все за Красоту Но красота Стоит дорого А вот у меня сейчас вопрос А как же в советское Это время Мы обходились Без этой красоты Ну машин было меньше Да Это правда Потому что пешеходы Были более разумными А по разному было На самом деле Ограждения тоже были Я помню эти Там не знаю Чугунные Нечугунные трубы Тоже покрашены Там какой-то Желтый цвет Вдоль дорог И вдоль Октябрьского проспекта Но они были Не везде Они были не везде Вот А только на Определенных Участках И собственно говоря Вот на обсуждении В клубе вечерний Сошлись в том Что в принципе Наверное Не стоит Весь город То есть Огораживать заборчиками Все улицы Там все погонные метры По бокам улиц Наверное Не стоит Наверное Стоит Рассмотреть Какие-то Особые участки Где Ну Где меньше контроля Где меньше Там постов ДПС Где меньше Полиции В принципе Где Осложнен контроль Там и родителей За детьми Ну вот такие вот вещи То есть в сложных местах Я например Обоснованность Я говорю Появление Какого-то ограждения Вдоль Октябрьского проспекта Его пешеходной зоны Вот той Которая идет От улицы Не Красноармейской Пожалуй Да Пролетарской То есть вот от гостиницы От бывшего Хилтона Условно говоря Там вдоль прудов И до цирка Вот здесь Я понимаю Там примерно Еще логически Могу себе объяснить Появление Вот этого ограждения Потому что действительно Много родителей с детьми Особенно летом Особенно выходные Дети не всегда ведут себя По струнке Дисциплинированно Да и ходят с родителями За ручку Могут не уследить И там потом Может случиться Действительно Там непоправимое Страшное что-то Но зачем это делать С другой стороны Октябрьского проспекта Там где Вот этот проектный институт Я честно говоря Я не очень понимаю Ну это все зависит От тщательного продумывания В конкретной ситуации На конкретных участках То есть вопрос Кто конкретно Кто непосредственно Занимается тем Что размечает На каком участке Должен быть это ограждение На каком не должно быть Это ограждение Мне кажется Это занимается Дирекция Дирекция Как она сейчас у нас называется Бывшая дирекция Дорожного хозяйства Управление дорожной Парковой инфраструктуры Евгений Лунев Который возглавляет Они не самовольно Принимают все решения В этой сфере Там разумеется Здесь И советуются Из ГИБДД И смотрят И статистику Как по крайней мере Нас заверили Вот каждый раз Это видимо Все-таки Процесс обсуждений И если активные горожане Будут подсказывать То дирекция Дорожного хозяйства Сказала что Будем очень рады Вступать в диалоги И обсуждать То есть активные горожане Могут подсказать Где поставить ограждение А где его не ставить Они подсказывать не должны Почему Почему не должны Должны То есть все обсуждается Вот допустим Сразу же после этой дискуссии Мы с Анатолием Курбатовым Пошли вечером И там буквально После дискуссии Взгляд сразу же упирается В какие-то несостыковки Когда мы видим Что специально сделан Там такой карман Для стоянки машины И вот эти ограждения Таким Этот карман Огибают Но из этого кармана Ну хорошо Поставил машину А выйти оттуда А как ты пойдешь Да по проезжей части Иди пожалуйста И придется метров 50 Идти по проезжей части Чтобы просто Там из этого кармана Попасть на тротуар А вышли вы небось На улицу Ленина Да Которая достаточно оживленная Это на милицейской На милицейской Тоже достаточно оживленная В районе как раз Пересечения с Лениным Ну странно Ну хотя бы В таких случаях Там делать или какую-то Калиточку Или что-то еще В этих ограждениях Меня Олег еще больше Смущает вот что Я езжу по городу На машине И я периодически вижу Участки этого ограждения В которые видимо Или машина влепилась Извините за такое слово Или еще что-то И вот они стоят Такие гнутые И они могут стоять Так ни день Ни два И ни три Потому что деньги На ремонт этих ограждений Я не знаю Выделяются ли И не хочется смотреть Вот на это Вот корябое безобразие И хочется Ну уж если вы сделали Ребята То следите Говорил ли что-то Об этом Евгений Лунев Ну Или не задавали ему Такого вопроса Ну ремонтные работы Там ведутся постоянно То есть с какой интенсивностью Мне вот сложно сказать То есть подробно Не расспрашивали там И не предъявляли там Адреса Вот здесь у вас погнулось И вот здесь у вас погнулось Ну конечно я так думаю Что это там Рабочие моменты Которым служба должна заниматься И там занимается Насколько может Но вообще в принципе Инфраструктуру города Надо продумывать тщательнее И по каждому пяточку Свободного пространства По каждому месту Где ходят люди Смотрят Натыкаются На что-то Необходимо обсуждать И устраивать там Диалоги Именно по каждому Маленькому Локальному участку Ну это я думаю Сейчас администрация Если нас слышат Они скажут Да вы с ума сошли Товарищи Какие диалоги По каждому маленькому участку Общественные слушания Что ли проводить Нет Ну общественные слушания Не общественные слушания Но я так думаю Что нет ничего сложного Там проводить Какие-то регулярные встречи С заинтересованными активистами И предоставлять им Список тех мест Где собираются что-то сделать Спрашивать Что вы думаете по этому поводу Они сами принесут Разные вопросы По разным участкам И будут спрашивать А как здесь А почему здесь И подсказывать Той же дорожной службе Где требуется больше внимания Тщательность проработки Где неудобно Ходить людям Ну и так далее То есть я так думаю Что формат регулярных встреч Это было бы полезно И приятно всему городу Евгений Лунев Давал какое-то обещание О том Что могут быть Такие регулярные встречи Или это все-таки Более высокий уровень Скажем так На уровне администрации Должно быть решено Нет Обговаривалось То что встречи могут быть И там все зависит От желания И от настроя Общественников Общественников Именно общественников Интересно Олег Ткачев Руководитель Кировского центра Поддержки НКО В нашей студии Мы сделаем перерыв На полминуты И вернемся Особое мнение На 101FM Совершенно верно Это программа Особое мнение Сегодня это Особое мнение Олега Ткачева Руководителя Кировского центра Поддержки НКО Члены Общественной палаты Кировской области И я сейчас Олега Попросила бы Прокомментировать Федеральную такую историю Которая к нашему городу Имеет непосредственное отношение Ну и ко всем остальным Российским городам тоже Накануне Появилась новость О том Что Конституционный суд России Признал незаконными Региональные нормы О запрете публичных акций Возле зданий Где расположены Органы госвласти Также Конституционный суд Считает Что помеха работе транспорта Затруднение доступа К объектам Социальной инфраструктуры Сами по себе Не могут быть Веской причиной Отказа В проведении митингов Собраний Демонстраций Шествий И пикетов Я прямо цитату Приведу По коммерсанту Из решения Конституционного суда Компетентные органы Должностные лица Обязаны стремиться К принятию всех Зависящих От них мер Для Легального проведения Публичных акций В избранном Организаторами Месте В запланированное время А не пытаться Под любым предлогом Изыскать причины Оправдывающие Невозможность Реализации Права На организацию И проведение Публичных мероприятий В указанном В уведомлении В формате Слушайте Мне кажется Это революция Какая-то происходит Сейчас Устами Конституционного суда Ну Революция Не революция Но определенно В конституционном суде Что-то произошло Ну то есть С чего-то вдруг Конституционный суд Не прошло и 300 лет Подумал И принял Такое решение На самом деле Насколько я читал Там Средства массовой информации По поводу этого Состоявшегося решения Это решение было По поводу Конкретных дел По поводу Конкретных заявителей Которые дошли До конституционного суда Из Сыктывкара Это наши соседи Да И это Реакция на Конкретную ситуацию На конкретные заявления На самом деле Вот Такие правильные Безусловно Правильные слова Конституционного суда В правовом поле Ну а куда их применить То есть Конституционный суд Сказал Эй власть Давайте слушать Там тех Кто выходит На публичные мероприятия И давайте Не отгонять их От своих зданий Ну и что И что Должно произойти Так подождите Олег Вот сейчас Вот сейчас Внимание Да Как пишет коммерсант Решение конституционного суда Окончательно И не подлежит Обжалованию Я правильно понимаю Что решение Конституционного суда Устанавливает Ну какие-то Единые правила Поведения Для всех регионов России А не только для Республики Коми Или нет Смотрите Реакция на конкретные События Да Вот Мы же не знаем Ну мы Безусловно Сейчас Заинтересуемся И почитаем Решение первых инстанций Там В чем было дело Там в городе Сыктывкаре А там дело было в том Нет Я все понимаю Но Таких дел Очень много Они и в Кирове Распространены Они все Почти одинаковые Но везде есть тонкости На основании чего Там не разрешают Там запрещают В той же статье В Коммерсанте Написано Что в 12 регионах Приняты Законы Противоречащие Там федеральному закону Я так понял Что это относится К той фразе Что про регламентацию Расстояние 50 метров Одиночных пикетов Так Ну да Федеральный закон Однозначно Трактует По одиночным пикетам Не надо ничего Не уведомлять Не согласовывать Не согласовывать И одиночные пикеты Можно проводить У органов У органов власти У зданий органов власти Человек выходит И это делает Если В каких-то 12 регионах Приняли Там Другие нормы Да То Понятно Что Этого делать нельзя Местные законодатели Погорячились Но У нас вроде Слава богу Такого еще нет Я У меня почему-то Ощущение другое Мне кажется Что Речь все-таки Шла Не об одиночных пикетах А о массовых акциях Или все-таки О пикетах То что В 12 субъектах Федерации Закон не соответствует Это о пикетах Я так понял Что это именно О пикетах А история С Сыктывкаром И запретом И 50 метрами Смотрите Тонкостей бывает Очень много Тонкостей На основании чего Отказали На основании того Что именно близко К зданию Государственной власти Или На основании того Что принят Такой закон А что именно Сказал Конституционный суд Отменить Региональный закон Предписывающий Там Нет Ну нет Не сказал Если Этот закон Не отмененный То Все органы Исполнительной власти Должны его Продолжать Исполнять То есть Это решение Это решение Такая Как это сказать Замануха что ли Да То есть Показали вроде бы Что конституционный суд Жест красивый За граждан Которые хотят Высказывать свое мнение Публично Свободно Мирно Жест красивый Что за этим будет дальше Ну я не верю Что это будет иметь Какие-то супер серьезные Последствия Революционные такие Да Революционные Но на самом деле Это Ну такой Это почва Для юристов Продолжать Продвигаться В этом направлении Может быть Там через Несколько лет Можно будет Доказать Там еще одно дело Еще 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 И довести Там до отмены В том числе И там Те драконовские законы Которые приняты Там почти Во всех регионах Изменить норму По Этим сам По метрам Расстояния По Радиусам Вокруг Как это Исчисляется Опять же Методики Сколько Там Расстояния Должно быть Между двумя Людьми Одновременно Находящимися В месте Проведения На самом деле Это ужас Какой-то Когда ты начинаешь Задумываться Что даже Такие вещи Они тоже прописаны И регламентированы Вот это решение Конституционного Суда Очень полезно Для практикующих Юристов С точки зрения Того Что для них Это почва Чтобы Дальше Продолжать Заниматься Этой работой В одночасье Это решение Ничего Не изменит То есть Это не значит Что теперь В Кирове Всем активистам Без разбора Начнут разрешать Проводить публичные акции В любых местах Безусловно Нет То есть Инерция Инерция Власти Она Будет Тащить Те правила По которым Уже привыкли Работать Там еще Пару-тройку лет Как минимум Да и то При условии Что Вот Эти слова Конституционного Суда Будут подкреплены Еще Какими-то Аналогичными Действиями То есть Если еще 5-10 Заявителей Дойдут До Самой верхней Инстанции Что-то Докажут Кто-то Может быть Попробует Оспорить Именно закон Региональный Опираясь На Уже Состоявшееся Решение Но Понимаете Это Вот С 2017 Года Там Шло Рассмотрение Вот Сейчас Оно Дошло До Конституционного Суда Только-только Да Только-только Сейчас На основании Него Начнут Юристы Если Работать Да И то Как бы Я так думаю Что не во всех Регионах Есть Юристы Специализирующиеся На подобных Вещах Не во всех Регионах Есть Энтузиасты Которые Готовы Именно В судебном Порядке Отстаивать Там Своё Право На Свободу Собраний Решение Полезное Но Но Оно Нереволюционное То есть Прямо Сразу И слома Никакого Не произойдет Слома Не произойдет А вот еще Олег Такой вопрос Вот это Вот Цитата Из Решения Конституционного Суда О том Что компетентные Органы Обязаны Стремиться К принятию Всех Зависящих От них Мер Для легального Проведения Публичных Акций В избранном Организаторами Месте В удобное Для них Время А не Ссылаться На какие-то Непонятные Причины Типа Ремонта Здания Вы в первый день Подали Как надо было Подавать Уведомления Они пришли На полчаса Раньше И вот Они первыми Застолбили Место Этим Апеллировать Можно будет Потом Чехарда И манипуляции С тем Кто первый Пришел Они все равно Продолжатся Потому что Ну как Там Все имеют Право На Самовыражение На свободу Собраний На свободу Собраний Вот А подлог документов Никто не отменял То есть Ой Ну как То есть Если задним числом Приносят А давай ты сделаешь Письмо О том что мы были раньше О том что ты пришел На полчаса раньше Вот Ну это Это Ну я называю это Подлог документов Вот Когда формально Письмо поступило Позже Вот Но записано Там Временем раньше Вот И на этом основании Ну это же еще Доказать надо Кто первый пришел Так Подождите Олег То есть Получается Вот сейчас Я делаю вывод Такой Компетентные органы И должностные лица Которые не хотят Стремиться К принятию всех Зависящих от них мер Вот это Прекрасная фраза Она мне напоминает Они примут Другие меры Все зависящие от них Это прекрасная фраза Сформулированная Конституционным судом Мне напоминает Там Декларацию Там Фабрики рабочим Землю крестьянам То есть Все прекрасно На бумаге Слова хорошие Вопрос в том Как это будет реализовываться На местах Это правда Олег Ткачев В нашей студии Руководитель Кировского центра Поддержки Некоммерческих Организаций Член общественной Палаты И член Общественной Наблюдательной Комиссии У нас Две минуты До перерыва Я думаю Что мы Тему успеем Начать 1 ноября Это была Прошлая пятница Состоялось Первое заседание ОНК Кировской области В новом составе Это состав Пятый Или шестой Пятый Пятый состав По порядку И в этом году Мы говорили об этом В нашей студии Сократилось Значительно Число членов Общественной Наблюдательной Комиссии 24 человека Теперь в новом составе ОНК И обновился состав Значительно Опять же Так понимаю Что процентов 60-70 новички Ну да Как прошло Первое заседание Первое впечатление Первое заседание Прошло спокойно Никто никого Не побил В деловом режиме Да Никто никого Не побил Все договорились Избран председатель Избраны замы Принят регламент Из старой версии Регламента Убраны нормы По поводу Первоочередного Права Председателя Самостоятельно Решать Какие-то там Вопросы Сейчас мы Об этом Подробнее Поговорим Ну а собственно Говоря Сгладили Углы То есть Та история Которая Проходила В течении Предыдущего Состава Деятельности Предыдущего Состава Конфликт Общественной Наблюдательной Комиссии Которой мы Говорили В наших эфирах Который Послужил Причины Изменения Некого Устава Эта история Она вот Отыграна Назад Немножко Ну Все истории Имеют свойство Заканчиваться То есть История Прошла И прошла Сейчас новый состав Новые люди Новый председатель Сейчас поговорим Подробнее Небольшой перерыв Полтора минуты Мы вернемся Особое мнение На 101FM Программа Особое мнение Вновь В эфире Олег Ткачев В нашей студии Руководитель Кировского центра Поддержки Некоммерческих Организаций Член Общественной Наблюдательной Комиссии Кировской Области Нового состава Который Приступил к работе 1 ноября В прошлую пятницу 24 человека Мы об этом С Олегом Уже сказали Выбрали председателя Немножечко Изменили Устав Председатель Вообще Как выборы Председателя Происходили Я помню Как это происходило В общественной Палате То есть Там Все кандидаты Которые Собирались Возглавить Общественную Палату Некую презентацию Делали Самопрезентацию А в ОНК Как это было? Ну Собственно Говоря Предложили Наш коллега Илонур Гусейнов Предложил Кандидатуру Александра Валентиновича Миляева Ну И Больше Желающих Не было И все Александр Миляев Я так понимаю Что он новичок В ОНК Да В ОНК Он новичок То есть Новый человек Пришел И тут же Сразу раз И стал председателем Как так? Ну А почему бы и нет? Так бывает То есть Это нормально Совершенно Да Но если человек Если человек Просто не имел Опыта работы В составе комиссии Это не возбраняется? Конечно Не возбраняется То есть Когда-то В первый раз Люди приходят В комиссию И когда-то Начинают Там Новый для себя Там Вид деятельности Да Но не сразу С поста председателя Всякое бывает Ну Действительно Вот Среди 24 Членов ОНК В данный момент Не нашлось Там Тех людей Которые бы Были И Там Опытные И Там Все узнали бы Про тюрьмы И при этом Имели бы желание И при этом Имели бы Какой-то Такой Огромный кредит доверия Чтобы Чтобы Вот И Ну Самое главное Мне кажется Желание Взвалить на себя Дополнительный Объем работы А там Большой Объем Работы То есть На председателя Какие Обязанности Возлагаются Кроме Как вести Заседание Которое Не так часто Бывает Насколько Я понимаю Вообще Это Как бы Роль Председателя Это Скоординировать Деятельность Других Членов То есть Можно стать Председателем Номинально Ну просто Как бы Получить Вот это Название И все Можно Попытаться Скоординировать И организовать Работу То есть Не там Это можно Делать по-разному Можно там Попытаться Всех построить Декларативно Да Можно попытаться Там Всех вовлечь Ну Пришел Новый человек Сейчас будем Смотреть Притираться А он сказал Он будет Вовлекать Или Или Приказывать Не сказал Многократно Он говорил О том Что Он будет Сотрудничать Будет Изучать Там То что Не знает Будет Спрашивать Советов Вот И Сам В первую очередь Попросил Вычеркнуть Из регламента Там Все вещи Которые Там Излишне Там Выделяют Роль Председателя Там Его командную Главенствующую Функцию Это было Достаточно Приятно Как бы Слышать Что Человек Сам По своей Инициативе Тяготеет Ну К каким-то Коллегиальным Методом Работы И Советуется Там С присутствующими Людьми Что из этого Получится Дальше Ну Все посмотрим Следующее заседание У вас Когда Ну То есть Вы Я правильно понимаю Что все организационные Моменты Вы решили Вот Первого числа Или нет Ну Не все То есть Не очень подробно Там обсужден План ближайших мероприятий Просто времени Не хватило Потому что Много обсуждали Там Вопросов Которые Накопились Сейчас После уже Общего Заседания УНК Собиралась Там Рабочая Группа Те Люди Которые Там Имеют Опыт Знания Там Какие-то Компетенции Приходили Собирались Обсуждали Я так Думаю Что Новый Председатель Ведет Консультации С разными Членами УНК Ну Приступил К работе Вот То есть Интерактивно Там Переписываемся Там Что-то Продолжаем Обсуждать И Деятельность Планируется То есть Вот буквально Уже Там Я думаю Что Со следующей Недели Пойдут Выезды Какие-то Первые выезды Да Председатель Я так понимаю Что будет Наверное Ездить С кем-то Из опытных Представителей Членов Комиссии Чтобы посмотреть Как все Внутри Устроено Или Или он В курсе Потому что Его представляют На сайте Общественной Палаты Экспертом В сфере Безопасности И взаимодействия С правоохранительными Органами Ну Насколько я понял Что именно С системой Исполнения Наказаний Он пока Знаком Не настолько Подробно То есть Поверхностно Еще один момент О котором Хотела я спросить Мы говорили В этой студии О том Что у Общественной Наблюдательной Комиссии Предыдущего Состава Предыдущего Созыва Было Два Два Сайта Я бы так Сказала Один официальный Другой Неофициальный Который вел Председатель Предыдущего Состыва Предыдущего Состава Михаил Кузьминых Что будет Сейчас С этим сайтом Вот Вы задавали Этот вопрос В процессе На первом заседании Или нет Ну на первом заседании Определились Какой сайт ОНК Будет вести То есть Это будет Сайт ОНК-43.ру То есть Это официальный Да Это то Что было Называлось С нами Официальным сайтом Да Там Работу Другого сайта Решено Не поддерживать Чтобы не было Путаницы Ну и собственно говоря Работа над сайтом Тоже будет вестись Коллегиально То есть Я так понимаю Что доступ К нему Имеют многие Члены Общественной Наблюдательной Комиссии Или будет Редактор Какой-то Отдельный И пока На данный момент Имею я Технический Доступ То есть И администрирую Вот Впоследствии То есть Договорились Что будет Будет Ну Некая Редакция То есть Будет заниматься И секретарь И Там Один из членов ОНК Владеющий Письменным Слогом Ага То есть Понятно Все То есть Мы надеемся На представителей Союза журналистов Да Их у вас там По-моему Трое Человек В этом составе В новом То есть Я вижу Николая Голикова Нашего коллегу Я вижу Екатерину Лушникову Да У нас есть Представители Районных Средств Массовой информации Вот С ними просто Я не очень хорошо Знакома Да То есть Ну в общем Да Команда будет Сформирована Ну посмотрим Как будет работать Новый состав Общественной Наблюдательной Комиссии Я в общем-то Надеюсь на то Что По крайней мере Путаницы не будет Той которая была В предыдущее время Да Начинают приходить Письма Там в том числе Через сайт В адрес членов УНК С просьбами Посетить Проверить Какие-то Какие-то Определенные места Лишения свободы Ограничения свободы Понятно То есть Обращения уже Начали поступать И Они переданы В работу Я надеюсь Что УФСИН Тоже адрес Сайта На своем сайте Адрес сайта ОНК Поменяет Потому что Там была ссылка Как раз на Неформальный сайт Общественной Наблюдательной Комиссии Предыдущего состава Еще одна тема Которую успеем Наверное Быстренько По ней пробежаться Тоже достаточно Революционной Вот сейчас Вижу Прямо Новости У наших Коллег С 1 января 2020 года По всему Городу Киров Будет установлена Одинаковая Стоимость Проезда В общественном Транспорте А потом Заявила глава Города Елена Ковалева Я сначала Честно говоря Не поняла О чем Будет речь А потом Вспомнила Что есть Большая Достаточно Проблема Для Кирова Для тех Районов Нашего города Микрорайонов Которые отдалены От центра Это Башарова Костина Русская Бахта Сосновская Победилова Это то что люди Которые живут Ну административно В черте города Кирова Вынуждены были За проезд до дома Платить значительно Больше чем платят Кировчане То есть не 22 рубля По-моему Сейчас так у нас А больше Потому что считалось По-другому Так вот со следующего года Будет собственно говоря Все унифицировано Тариф будет такой же Как и по городу Пишут наши коллеги Правда пока не очень понятно По городу тариф Сохранится Или изменится Мне кажется что Я не строю иллюзии Мне кажется что Тариф изменят Поднимут то есть Стоимость проезда Поднимут Ну и будет такая Средняя температура По больнице Меня как регулярного Пассажира Это Ну Беспокоит Подождите Олег Вы опасаетесь Что за счет За счет того Точнее так Унифицируют проезд И сделают его Может быть более дешевым Для жителей Вот этих вот Отдаленных районов Нашего города За счет того Что поднимут тариф В целом Всем кировчанам Я думаю что Не то что Или не с этим связано Не с этим связано То есть перевозчики Давно уже просят Тариф поднять Это правда Они очень давно Просят И я думаю что Любые изменения Там в цене Там С маршрутами Отдаленными Этот повод Будет использован Для того Чтобы все таки Поднять цену На общественный транспорт В городе Ага Ну вот это такое Обоснование Причем да Достаточно такое Понятное всем Да Ну вот смотрите Мы Мы в отдаленные Районы города Ездим Возим Значит Людей на автобусе Тратим Много бензина Я не могу Аргументировать Там конкретными цифрами Но по моим Таким Ощущениям Эмпирическим Мне кажется Что там бюджеты Несопоставимы Двух Трех Там Маршрутов В отдаленные Населенные Пункты Несопоставимы С точки зрения Затрат перевозчика Или с точки зрения Того Сколько Выделяется Общий бюджет Общий бюджет Да То есть я не верю Что как бы Все вот эти Отдаленные маршруты Они Могут обосновать Увеличение Тарифа по всему городу Вот ну про что Да То есть не настолько Много этих автобусов Ходит И не настолько далеко Они ходят От центра города Кирова Чтобы надо было Поднимать стоимость проезда Но есть ведь и другие причины И дорожающие бензины И ГСМ И куча Куча услуг Которые подорожали Там и зарплату В конце концов Надо поднимать Возителям и кондукторам Правда же Ну Все это так Но вместе с тем Мне кажется Что полумиллионный город Наверное Должен иметь Роскошь Там Содержать И датировать Пассажирский транспорт На своей территории Для того Чтобы люди Могли Относительно Дешево Если не даром Перемещаться Из точки А В точку Б То есть быть более Мобильным В пределах города Вот это интересная история Да Я посмотрю Что сегодня будет происходить В течение дня С этой новостью По поводу По поводу стоимости Да Стоимости проезда Цены проезда Может быть Кстати Будут какие-то подробности Посмотрим И еще одна маленькая новость Я думаю Что мы успеем Про нее поговорить У нас наконец-то Случилось то О чем Не знаю рассказывать в анекдотах Я не знаю Киров пионер В этом смысле Или нет Но появился Глобус Кировской области Сделаем Такую небольшую Дружеский жест Сделаем небольшую В сторону Нашего коллеги Николая Пихтина Который Собственно У себя в фейсбуке Разместил картинку Изображение этого глобуса И Олег Которого мы сегодня Поздравляем С днем рождения Да С днем рождения Николай Здоровья Насколько это Оригинальная история Вообще Олег И вам кстати Дизайн не понравился Вы написали Да не то что не понравился Слишком ярко Можно улучшить Не вопрос На самом деле Про Глобус Кировской области Это Там Байки давно ходили Мы как-то Их генерировали Еще Там Очень-очень давно В юности Еще наверное Да В годах 90-х Даже Это из той же серии Когда мы предлагали Сделать карту метро Областного центра И Даже Тут в местных газетах Об этом писали Вот И Глобус Да Это Старая шутка Там Давно руки чесались И наконец-то Наконец Николай это сделал Да Наконец Николай это сделал Ну Молодец Ну собственно Всех приглашаем в фейсбук Посмотреть на то Как выглядит Глобус Кировской области Фейсбук Николай Пихтина Пожалуйста Да я думаю Что ряд средств Массовой информации Тоже Фотографию Вчера размещал Благодарю Олега Ткачева Руководителя Кировского центра Поддержки Некоммерческих организаций Члены общественной палаты Кировской области Особое мнение На этом завершается До свидания Особое мнение На 101FM